Доброе утро, мои дорогие. Прям такой день начинается хороший. Птички поют. Сегодня Всемирный день Рыжих. Так что всех Рыжих поздравляю с праздником. Я уже Егорку поздравила в Болгарию. Сколько теперь праздников и дней всяких. Треснула у меня вот эта штука. Налила вчера воды и не заметила, что она треснула. Видно морозы когда были, треснула. Так что на сухом дне у меня теперь уточка плавает. Ну ладно, посмотрим, чего где цветет. Ну раскроетесь сегодня или как. Уже вон. И там, и там. Там, и там. Прям жду каждый день. И тут вон. И тут того гляди. Кактусы все встали, он улитка ползает. Но пока еще свисти никак. С утра, пока солнышко не шпарит. Они вообще тенечек любят. Прячутся от солнышка. Ну вот новые листочки. Лапочки такие вот. Смотрите, сережки все отпали. И вот уже грецкие орехи. Маленькие. Мы попасенькие. Ой, улитки под ногами хрустят. Вишенки. Я ее с утра поливала, вишню. Вон уже побольше. А вишни-то много. Только ее оттуда сверху не соберешь. С лестницы даже не достанешь. Виноградинки-то маленькие. Завязи пошли. А тут в моем доме на крыльце-то гляньте как. Зелененькие. Такие свеженькие. Ой, тут розочки зацветут скоро. Ой, скоро будет такая красота. Попробую я в этом году сделать чай из виноградных. Господи. Из розовых лепестков. Посмотрим, что получится. А я уже начала с утра красить ракушку, но она еще не высохла. Поставила ее на солнышко. Пусть досыхает. Надо мне доделывать срочно. А то завтра приедут мои орлы. Некогда мне будет. И эта красота. Думала, за ночь высохнет. Нет, нет, не высохла. Тут вот в складках много краски. Попало и никак. Мне надо быстрее. Надо уже цветы посадить. Я их купила давно. Они у меня все в этих маленьких горшочках стоят. Тороплюсь, тороплюсь. Я все время тороплюсь. Вот это у меня минус прям большой. Торопыга. Это такой вам кратенький обзор с утра. Ой, птицы как сумасшедшие. Летают, чирикают. Дождались тепла. И главное, ветра нет. Вот что. Ну а толку-то? Сейчас все равно небось днем задует. Встала в 6 часов. Время уже полдесятого. Вот что-то опять хожу, ковыряюсь, ковыряюсь. И ничего не видно. Представляете, сейчас захожу в свой дом. А у меня в раковине сидит и умывается вот эта вот красотка маленькая, глупая. Нашли же где-то дырку, что ли, прогрызли. Где вот они? Они меня там понатворили дел. Мне жилец рассказывает, говорит, блин, шуршали, что-то шуршали. А он говорит, я так хотел спать, но я думаю, наверное, поддатый был. Вот. Где она тут? Господи, не вижу на солнышке. Умывается он, дурила. Вот. И, говорит, встал утром. А у меня там был пакет с семечками. Я специально купила это самое. Ну, думаю, весной посажу. Они не жареные. И они это все по шкафу там расфигачили. Представляете? И вот что с ней делать-то теперь? Дур маленькая. Вот ты господи, а. Ну, я взяла ее тряпкой. В ведро посадила. Сидит вон. Охреневает. Я не знаю, что с ней делать-то. Ну, убивать ее я не могу. Вот еще с утра-то. Задача, блин. Ну, я не знаю, что с ней делать-то. С этим детским садом. Лазит она в бедре. Дуреха. Вот только жрать на халяву. Я вам мышь принесла. Ты что, не чувствуешь мышь? Э, охламоны. В. Угу. 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 все ну пошел пошел с ней в зубах ну ну а чего ну это с природа но такая интересная природа под морду сунула когда увидел что там что-то шевелится тогда еще как-то это ой маков сколько красотища а там он еще больше степь начнет цвести а мне ехать столиком платить полторы тысячи я в том году заплатила и ничего не увидела как-то не хочется да и сейчас ребята приедут куда с ними получается сколько я с алинкой мы когда вот ездили так мы ездили да по нескольку раз снимали и фотографировали да тут получается вот она слегла не ездили потом ушла не ездили и вот это время все никак мне не везет ну ладно что делать ну что вот это такое слушайте первый раз такое не было никогда таких дел то а пошла то я вот туда в дом вот за этим стеллажиком думаю поставлю тут все хозяйство свое которое у меня на улице и напоролась на мышей но вот ну что делать а я их не боюсь но если вот это оно будет шуршать лазить там хулиганить я не могу этого конечно терпеть надо что-то делать девчонки чё делаете может мышеловки не знаю прям помогите советом кто с этим делом сталкивался ну что мои дорогие и покрасила ну вот такая вот получилась клумба что ли да как так кашпота назвать язык не поворачивается больно большое я вам первым показываю что я сделала ну вот не ну я довольна не сдали в металл не выкинули на помойку посмотрю вот цветы посажу как она будет смотреться на земле мы вам конечно покажу как же без этого вот пристроила стеллажик прям встал девчонки а вот это вот это я налепила цементу здесь дырка была прям вот как гнездо и сегодня начала тут вот это вот двигать грохать и вдруг оттуда вылезает здоровый черный паук прям здоровый а я жену но вы же меня знаете у меня же арахнофобия меня все передернуло я уже теперь конечно не ору не вижу ну визжать априори не умею и и никогда не умела я все время все время так удивляюсь когда женщина визжат но у меня все содрогнулась меня все стало все волосы стали дыбом и он быстренько заполз назад мне кажется это паучиха потому что она такая огромная у нее жопа такая прям не знаю главное черный уж вообще это не каракурт ли это я быстренько развела цементу и прям неаккуратно конечно получилось видите да на полу прям но я издалека то на швыряла цемент короче я замуровала эту тварь я не могу я не понимаю как люди разводят дома пауков ну это вот выше моих сил у меня все может быть из-за того что я их не переношу и алинка их не переносила и саша тоже не переносит но я думаю кости увидел бы такого содрогнулся бы потому что мурманске то нет таких тварей то ну мы же к этому не привыкли чем ужас ну короче говоря я победила руку накрасил вообще я закрывала чтобы оранжевый цвет не задеть и перемазалась в общем короче говоря я работаю а сварила девчонки сварила борща пяти литровую кастрюлю так вот между делом ночью приедут вот это самолета ночью голодные на следующий день нормально а я люблю когда борщ не прям вот не сварил его есть а когда вот он вот как раз завтра он будет прям самый раз так что дела идут потихонечку но еще очень много дел сейчас приехал жилец мой я ему рассказываю про мышей он говорит я догадываюсь откуда они лезут и именно маленькие ну да у меня же в полу у меня же посуда мойка стоит подключенная а дырка в полу ну побольше чем шланги и вот они маленькие то и пролезают туда надо зацементировать нафиг эту дырку но раньше не лазили вот ведь а и по потолку и как угодно пролезут он горит я на них внимания не обращаю его нет уж извините я такого в доме не потерплю а вот он получил сегодня расчет накупил своим сувениров ну какие смог купить еще не не все же открыто мало палаток-то накупил косметики крымской чаев всяких разных короче целую сумку я могу ли работа у тебя любят купе рыбы может черноморская может им понравится ой а я чё ты это самое ну ладно сейчас поеду уехал магазин я посмотрю чего-нибудь кроме косметики до этого всего завтра уезжает в общем у меня завтра и проводы и встречи все будет завтра самое главное вот эти переживания лишь бы долетели нормально надо посмотреть мне там костя присылал с пересадкой они летят или прямой когда я сама летаю я не так не переживаю вообще а когда кто-то мои летят страшно я как вспомню я говорю как мы летели в египет всей семьей все восемь человек нас было кости с женой я алинка саша внуки и с самолетом такое творилось кости потом говорит чё мамка тяжело крылья у самолета держать говорит ты вся зеленая но зато лететь быстро ну что вот и готова и цветочки посадила надо еще на земли под насыпать что ой мои хорошие получается я вас обманула нет ну хотя как они не обманула нет я на самом деле вам первым показываю но так получилось что видео про эту штуку я уже смонтировала и вечером выложу вот это видео выйдет только завтра утром но все равно первым вам показывают пусть стоит глаз радует сейчас ко мне леночка хильченко приезжала я вчера и не завезла бусы она оказывается мобильная на машине сама приехала поболтали с ней чуть-чуть я-то вся в покраске игры красотка красотка не мыто не чесано на голове вообще неудобно даже но что делать я хочу доделать все до приезда ребят еще ракушка у меня но я надеюсь что завтрак такие вот дела так мои дорогие сняла видео с новыми украшениями шарфиками вечером выйдет смотрим приглядываем себе что-нибудь одна надежда на вас мои дорогие ну что вот такая ракушка у меня получается не знаю как что получится в результате должна быть здесь жемчужина и хочу сделать свет чтобы вечером это дело все светилась но посмотрим посмотрим что получится ой слушайте я не нормально все хожу смотрю розы смотрите вот уже начинается так надеялась что они сегодня распустятся но нет ну уже распускаются денёчек хороший сегодня прям хороший птица как очумевший целый день поет время 6 часов надо наверно поливать эти устала еще надо кое-что поделать ну хорошо прям день плодотворный много чего сегодня сделала но еще завтра целый день предстоит надо еще окна вымыть еще и разбирать много чего потому что у меня здесь постоянно на этой веранде я не знаю кстати как она называется вот как называется может подскажите мне как называется вот такой вид я вот знаю террасу веранду патио но не знаю даже наверное может быть как патио больше подходит ну в общем короче у меня тут бардак я все по вытаскивала из дома все сумки там с конюшками хотела не успела сделать покрывала шить такое знаете в стиле crazy квилд ну конечно не успела не хватает мне девчонки 24 часа в сутки не хватает вот эти сумки с тряпочками ну все вот эти свои там бусины фурнитуру разместила надо же все так разместить чтобы Саша тут мне не натворил дел правильно а еще с этим цементом тут и краски и чего тут только нет в общем короче говоря не знаю не знаю я еще летнюю кухню вообще даже видите так и закрытая я не знаю когда я все это сделаю но надо сделать и надеюсь что сделаю конечно что то мои дорогие в этом году я понаделала шарфов вы посмотрите сколько у меня тут шарфов я не знаю всех цветов радуги ну я конечно сама виновата потому что катаюсь дома не бываю и в этом году у меня что то шарфы не идут прям совсем очень жаль я же стараюсь сделаю ну для вас делают да кстати еще что хотела сказать саша там начала выкладывать сегодня украшения но девочки в магазине они дороже так что когда я вам показываю если вам что то понравилось вы лучше берите у меня я понимаю что я продаю дешево себе в убыток но мне приятно когда у меня пусть редко но покупают а там нужно платить деньги за фотографии там еще какие то расходы поэтому там дороже в магазине в инстаграме мне же хочется чтобы выходили красивые и недорого красивые нет ну правда я же понимаю что в основном в основном то меня смотрят пенсионеры а у пенсионеров какой доход то так уж если иногда себя порадовать ой да все в деньги упирается ну что наверное лето началось время восемь часов девятый час видите еще температура то какая хорошо но когда будет жара тоже не очень человек такая скотина вечно недовольный холодно плохо жарко плохо вот была бы всегда вот такая погода ну двадцать с небольшим красота и больше ничего не надо ой ой какая красотища а небушка то какое хорошее и не ветерка то прям откуда днем берется ветер этот утром тихо вечером тихо прелесть какая какая прелесть сейчас пойду дорогу перейду ой и на дороге то никого ой господи редкие минуты тишины ой какой день сегодня был ой и мыши тебе и пауки господи ой 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 и малья как хорошо у нас в Питере никого нет как хорошо в Мурманске нету этих тварей никаких я говорю да вот мы привыкли а тут всякой тварей по паре Кого-то нет. Лошадка гуляет. Травища такая высокая. Вот так вот надо бы сходить на восцу набрать. Лошадкиного. Вот Ниночка держала корову. Раньше всё время здесь привязывала её. Потом Тимоша был бычок. Вот она, как-то, говорят, всех продала. Ну, красотища ведь, правда? Ха-ха. Кока-маков. У меня где-то на какой-то флешке есть фотографии. Алинка меня фотографировала, когда вот степь цвела. Я прям вся в цветах стояла. В разных их. В голубых, в белых, в красных. Теперь, да, будет скоро два с половиной года. Коколинки нет. И я вот не думала раньше, что я буду это время вспоминать как лучшее время. хотя тоже были и проблемы. Но по сравнению, как теперь, так кажется, это просто райское время было. Ой. Ну, что теперь? Теперь уже ничего. Ну, что мои золотые? Давайте до завтра. Завтра у меня прям тяжёлый день. Ну, я вот сняла видео с украшениями. Вот это видео завтра есть. Чего выложить? Какие видео? А потом уже будет вам доброе утро, девочки! Ну, только лишь бы долетели нормально, чтобы всё было хорошо. Вот. Будем познавать мир с Сашей. Потому что привозили его маленького совсем в коляске я его возила. Да, три года назад. Вот. Теперь ему всё интересно будет. Он этого не видел. Будет удивляться. Спрашивать обо всём. Но самое главное, у бабушки есть тарелка на крыше. чего он очень хотел увидеть. Ой, не могу. Чего он вот за это время, да? Когда я у них была-то? Когда я у них была? Господи. Когда я у них была-то? В апреле? Уже, небось, изменился. Ой. О, Господи. наступаю. Ой. Собака бежит по центру дороги. Куда-то. Куда-то бежит. За приключениями, за какими-то. Вот. Леночка приезжала. Все удивлялась. Что у меня на участке, что я делаю. Хвалила меня. Какая я молодец. Я говорю, какая молодец. я просто без этого не могу. Это моя жизнь. помните. Ну ладно, мои дорогие. Давайте прощаться. Пусть все будет хорошо. Пусть у вас ничего не болит. ничего вас не расстраивает, а все только радует. Отдохните за ночь, чтобы завтра с новыми силами подняться. Подняться и в бой. Вот мне, когда Наташа нумеролог в прошлом году считала и говорит, у тебя должен быть каждый день как подвиг. А у меня так и есть. я себя превозмогаю. Делаю, делаю, делаю. Не все успеваю, что хотелось бы, но я стараюсь. И вот хочу сказать, вот бывает утром еле-еле встанешь. Еле-еле. А как подумаешь, что надо и то сделать, и это сделать, и тут покрасить, а тут зацементировать, а тут украшения лежат делать надо. И потихоньку, 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 потихоньку и смотришь, вроде и ноги начинают ходить, и руки вроде начинают делать. И расходишься, и забываешь потом ой, да я забываю и есть, а забываю. Уж что там говорить, только вот передохну, покурю и опять по-новой. Так что давайте, пусть у нас пусть будет один позитив, пусть все будет хорошо. А солнышко завтра опять встанет. Пока, пока, солнышко, пока. И спасибо. Не знаю, кому. Ну, кому-то там спасибо. спасибо. Ну что, мои дорогие, давайте до завтра. Пока, пока, мои хорошие. Пока. Все, я вас люблю. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!